Издание IntelliNews сделал вывод, что президент Таджикистана Эмму Мали Рахмон полторы недели не появлялся на публике. Какие данные говорят в пользу этой версии и что происходит со здоровьем первого лица государства? Рабочая поездка президента Таджикистана в Хатлонскую область, намеченная на 22 марта, была отложена по неизвестным причинам. Кроме этого, Эмму Мали Рахмона не видели на праздничных мероприятиях по случаю Навруза. Последнее выступление, вернее запись праздничного обращения главы Таджикистана, его пресс-служба опубликовала 19 марта. Независимые СМИ утверждают, что это консерва. Так журналисты называют заранее записанные встречи и выступления президентов. Дата записи обращения Рахмона не позднее 12 марта. Это подтверждают метаданные фотографии, опубликованных на сайте президента. В Таджикистане заговорили о возможной болезни президента. Первым об ухудшении здоровья 68-летнего Мали Рахмона сообщило издание IntelliNews. Редакторы сайта заметили, что пресс-служба президента публикует старые фотографии и выдает их за свежие. Почему кратковременно отсутствие президента Рахмона вызвало различные спекуляции, об этом я спрошу своего коллеги Акрама Абдукахора. Акрам, приветствую. Ты изучил факты, которые стали причиной появления слухов. Что это за факты? Расскажи, пожалуйста. Привет, Шавкат. Действительно можно сделать вывод, что Ему Али Рахмон не появлялся на публике с 12 марта, как ты уже сказал. Как раз в этот день были записаны поздравительные послания Ему Али Рахмону в честь праздника Навруз и его речи для конференции ООН по водным вопросам. О том, что эти материалы были заранее записаны, указывают метаданные фотографии, опубликованных пресс-службой президента на фотохостинге Flickr. Этот сайт, помимо всего прочего, показывает также дату создания фотографии. Что еще насторожило журналистов? Это отмена рабочей поездки президента в Хатлонскую область. Визит был запланирован на 22 марта. Причину отмены поездки главы государства постарались объяснить в пресс-службе главы Хатлонской области. Там отметили, что ряд объектов, которые должен был открыт президент, не успели достроить и доделать к указанной дате. Акрам, вот еще в последние дни уж очень часто на различных мероприятиях появляется его сын Рустам. О чем это может говорить? Да, за последнюю неделю он в качестве главы Верхней палаты парламента Таджикистана провел ряд встреч. Он принял посла России и Франции. Кроме этого, в качестве мэра Душамбе он принял участие в двух мероприятиях. В международном научном симпозиуме о Наврузе и объявлении Душамбе культурной столицы СНГ в 2021 году. Обычно на таких мероприятиях Рустам Эмумали сопровождает своего отца. Но на этот раз он выступал в качестве главного. А вообще были ли еще вот такие ситуации, когда Рахмон пропадал из поля зрения общественности? Вообще, как часто Рахмон уходит в отпуск? Расскажи. До этого я не припоминаю, чтобы Эмумали Рахмон так долго пропадал из поля зрения. И вот нынешнее его отсутствие и разговоры о его самочувствии могут быть связаны все-таки с его возрастом. В этом году ему исполнится 69. Но в Таджикистане, как и в большинстве постсоветских стран, сведения о здоровье президента тщательно скрывают. И какие-либо данные о его самочувствии и болезнях просто отсутствуют. Кстати, накануне наши коллеги из радио ЗОДИ спросили пресс-секретаря президента о его самочувствии. И вот что он ответил. За 18-летний период работы я не помню, чтобы президент Таджикистана, лидер нации, хотя бы раз нарушил распорядок своих поездок. Или же мы занимались постановкой каких-либо мероприятий. К счастью, президент здоровее нас с вами. И в ближайшие дни совершит рабочую поездку в один из регионов страны. Ну что ж, большое спасибо тебе, Акрам. Продолжай следить за этой ситуацией. Всего доброго и до свидания.